Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я снова с вами. Меня зовут Екатерина. Я хочу с вами поделиться с некоторыми секретами красоты, с секретами хорошего настроения и секретами Клеопатры. Вот я как-то читала книжку одну и прочитала такую фразу, что Клеопатра имела свои секреты красоты. И там перечисляются, какие секреты красоты. Меня просто эта книжка вообще поразила. Интересная, да безумие, особенно для женщин. И что каждый, кто у неё был мужчина и любимый человек муж, они восхищались её состоянием кожи, лица и рук, и вообще тела. Потрясающая она была. Никто вот так, как она, не мог следить за своим телом. Ну и вот теперь, когда стали открывать вот эти, переводить все её рецепты, то было переведено, что в состав почти каждого крема у неё входило масло ши. Но вообще в Африке масло ши было очень популярным на тот момент. Да и сейчас тоже. Это самое главное масло у них. Поэтому до нас оно уже, конечно, в 19 веке дошло. И поэтому меня оно очень заинтересовало, что это за масло ши. Год назад я стала всерьёз интересоваться. И нашла это масло ши и стала интенсивно, интенсивно употреблять, его использовать на себе. Причём под глазами, лицо, руки. Всё-всё. Меня потрясло. Оно действительно работает. И я его использовала в большом количестве. Никак там чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Нет. Я вообще крема использую в большом количестве. В очень большом количестве. Ну, в смысле, свои крема. Я делаю крема сама тоже многие. Вот я кладу вот такое маслечко. Вот оно. Масло ши. Я не буду говорить, какая это фирма, потому что не хочу ничего рекламировать, чтобы вы не думали, что я это делаю ради рекламы. Нету никакой рекламы. Я делюсь с вами своим сокровенным. И людей с негативной энергией ко мне прошу на канал не заходить и не оставлять негативных комментов. Ещё я прошу тоже людей с неуравновешенной психикой тоже на мой канал заходить, потому что я сплошной позитив и дарю вам позитив и делюсь самым-самым-самым, я считаю, интересным и нужным для красоты женщины. Вот оно в таких баночках продаётся. Вот эта баночка 25 мл. И оно по консистенции своей твёрдое. Такое твёрдое масло, как жир. И вот я капельку, капелюшечку возьму. Очень быстро оно растапливается, поэтому на водяной бане я его растапливаю. Кладу одну ложку масла ши, одну ложку масла грецкого ореха, одну ложку измельчённой цедры лимона. Всё это в муке. Цедра лимона должна быть в муке, прямо как мука в такой консистенции. Делаю такую кашицу и накладываю на лицо. Прекрасная маска. Другая маска, это я добавляю, ну, делаю, запариваю овсянку, добавляю один желток, ложку кефира и ложку чайного масла ши. То же самое на лицо, потом убираю прекрасно. Перед выходом на мороз я наношу крем, а в этом креме у меня обязательно в растопленном состоянии замешана ложка масла ши. Вообще, в принципе, одну чайную ложку растопленного масла ши можно добавлять в абсолютно любые самостоятельные приготовленные маски для лица, крема. Это без проблем. И руки. Руки, конечно, становятся идеальными. Для меня это особенно необходимо, потому что я занимаюсь ещё садоводством, я обожаю цветы, я наслаждаюсь каждым видом цветочка. И если вы будете смотреть мои видео, вы увидите, какой у меня сад. Только две руки работают в этом саду, и поэтому потом приходится эти руки всю зиму приводить в порядок. А как их восстановить, как их привести в порядок? Масло ши – один из продуктов, который мне очень помогает в этом. Хочу с вами этим поделиться. Под глаза наношу интенсивно, сюда большим слоем. И советую вам. Я вас люблю, целую и искренне желаю, чтобы вы были красивыми, чтобы состояние вашей кожи вас приятно удивляло и радовало. С вами была я, Екатерина.